Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом одной очень классной закуски родом из Турции, такая холодная закуска из баклажанов. Если вы отдыхали в Турции, то наверняка в каких-нибудь местных кафе часто пробовали вот таким образом приготовленные баклажаны. И вы резонно заметите, чувак, а что у тебя за тыква на столе лежит? Ну на самом деле, если честно, это баклажан. Я сам удивился, мы в этом году посадили баклажаны и у нас выросли часть обычных баклажанов, к которым мы все привыкли, то есть нормальных фиолетового цвета, а часть выросла вот таких вот баклажанов. Я даже не поверил, что это баклажан, но потом загуглил и действительно есть такой сорт. Вот у нас такой монстр, закуски будет много. На самом деле, текстовый рецепт в описании видео со всеми ингредиентами рассчитаны на обычные наши нормальные баклажаны или как мы их называем синенькие. Закуска получается потрясающая, очень классно идет под водочку, но также можно использовать просто как холодный салат к праздничному или повседневному столу. Даже собственная духовка решила меня запикать, когда я утверждал, что это баклажан, то есть и духовка не верит, что баклажан. Итак, друзья, нам понадобится баклажан, яблочный или виноградный уксус, на данном случае используем яблочный, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, зелень кинзы, соль, перец. Как я уже говорил, рецепт напишем из расчета на обычный баклажан, а не на этот ужасающий монстр. Он еще немножко тут странный, ну можете себе представить, какие баклажаны нам подсунули. Все, теперь он хороший. Обычный баклажан, то есть разрезаем просто на две половинки. Хотя я хочу сказать, что вот этот баклажан, сейчас посмотрю, кстати, как его сорт называется, чтобы сказать вам, он значительно вкуснее, чем обычный. Он такой мясистый, тут семечки, видите, совсем такие маленькие. В общем, нам очень понравился, у нас они выросли классно, причем в средней полосе, в центральной Украине, то есть, ну, как бы они здесь вызревают. Если у вас баклажанчики совсем маленькие, как курдуплики такие, знаете, бывают, как огурчики буквально, тогда их резать не надо, можно запечь целиком. Но в любом случае, независимо от того, запекаем мы целиком или режем на части, обмазываем баклажан растительным маслом со всех сторон, чтобы он у нас хорошо запекся. Накрываем фольгой, то есть, это можно делать и на обычном противне, и можно делать вот на такой вот, как у нас, сковородке. Я с этой сковородки скрутил ручку, и мы ее давно используем именно для запекания. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов. И вот смотрите, по поводу тайминга, вот такой вот монстр будет запекаться у нас где-то 30-35 минут. Обычные баклажаны, ну, к которым мы привыкли, 25 минут, совершенно вполне достаточно уже проверено. Салат делаем не первый раз, поэтому совершенно четко вам говорю. Духовка разогрета до 180 градусов, конверцию никакую не включаем, отправляем на, ну, в данном случае на 35 минут, а в случае с обычными баклажанами на 20-25 минут на запекание. После того, как мега-баклажан запекся, кстати, запекался он 45 минут у нас по времени, следует очистить его от кожицы. Сам баклажан стал мягенький, такая сплошная мякоть, а кожица снимается совершенно легко, она осталась, ну, достаточно плотная. Сок, который вытек из баклажана в процессе запекания, также отправляем в емкость, в котором будет у нас готовиться закуска. Саму мякоть нарезаем на кубики со стороной где-то 1 сантиметр. Чеснок измельчаем любым удобным для вас способом. Можно мелко порезать, можно натереть на мелкую терку, ну, выдавливать это самое последнее в данном случае дело, потому что он сильно пустит сок и самого чеснока в салате чувствоваться не будет. Отправляем потертый чесночок с запеченным порезанным баклажаном. Солим и перчим по вкусу. Баклажаны полностью готовы, поэтому вкус можно пробовать совершенно спокойно. Туда же отправляем заправку, состоящую из яблочного уксуса, лимонного сока и оливкового масла. Можно, конечно, использовать любое растительное, но с оливковым, на наш взгляд, вкуснее. Все перемешиваем и даем настояться, напитаться вкуса часа 2-3, а еще лучше на ночь. Если на ночь, то ставим в холодильник, естественно, затянув предварительно пищевой пленкой, чтобы по холодильнику не распространялся чудесный аромат чеснока. После того, как блюдо настоялось, запахов, специи, раскрылся весь аромат, можем подавать его к столу. Ну, собственно говоря, подавать можем в любом виде, в котором вам больше нравится. Вот мне нравится еще, когда немножко здесь немножко кинзы присутствует. Вот как-то вот так вот его уже можно и подать. Будет красиво и, главное, вкусно. Давайте, друзья, продегустируем. Я попытаюсь рассказать, что у нас получилось. Так вот, из такого монстра баклажана мы получили прекрасную закуску. Она реально очень вкусная. Сейчас еще раз попробуем. Вот блюдо нечто среднее между вкусными грибочками маринованными и баклажаном. Но попробуйте приготовить, вам действительно понравится. Закуска под водочку вот такая вот. Готовится очень легко и непринужденно и хранится, может, достаточно, ну вот, как бы, там, в каком-нибудь контейнере 2-3 дня, может, в холодильнике совершенно спокойно стоять, без потери качества, без потери вкуса. Наоборот, настаивается и становится еще вкуснее и вкуснее. Нам такие баклажаны очень понравились. В следующем году тоже будем их сажать. Очень мясистые, очень классные. Но это уже лирика, отступление, так сказать, от наших баклажанов по-турецки. Друзья, надеюсь, что видео было вам полезным и наш рецепт вам понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. А мы с Ларисой переходим к нашему основному занятию, съемке для вас сырок и колбас. Ух ты, как у меня получилось, прям стишок. Спасибо за внимание, всего доброго, пока!